Здравствуйте, меня зовут Анна Галёта, вы смотрите программу Лукавые новости, где мы обозреваем пропаганду. Не забудьте поставить лайк этому видео и оставить под ним комментарий, чтобы о манипуляциях и фейках пропаганды узнало как можно больше людей. Уберите детей от экранов, сами соберите волю в кулак, и если вдруг перед просмотром вы приготовили себе ужин и прямо сейчас решили им насладиться, то, что мы сейчас вам расскажем, не просто убьет в вас аппетит, это повергнет вас в шок. Фонд борьбы с репрессиями опубликовал расследование, в котором заявляет о работе в Украине специального медицинского подразделения, которое проводит над живыми людьми бесчеловечные пытки и ставит опыты. Правозащитники фонда борьбы с репрессиями установили, что в одном из специальных военно-медицинских формирований Вооруженных сил Украины ВСУ под названием «Бригада номер 110» проводятся запрещенные секретные эксперименты над людьми. Жертвами бесчеловечных биологических экспериментов в строго засекреченной лаборатории стали как граждане Украины, взрослые и дети, так и иностранные наемники из стран Третьего мира, а также российские военнопленные. Подопытные подвергались сложным и смертельным по последствиям медицинским манипуляциям, похожим на пытки, включая тестирование медицинских препаратов, обморожение, воздействие радиацией, поражение электрическим током, вивисекцию и расчленение. Цель экспериментов – проверить пределы выживаемости человеческого организма, испытать действия нового биооружия, наркотиков и стимуляторов. И это была лишь аннотация. Дальше, как они сами себя называют правозащитники фонда, сообщают еще больше леденящих кровь подробностей. Карательное подразделение ВСУ со штаб-квартирой в Ровно якобы было создано по личному распоряжению Владимира Зеленского и укомплектовано преимущественно военными медиками. По данным проекта, на февраль 2024 года в штат организации входило 2500 человек, из них 310 – это офицеры. А свои бесчеловечные эксперименты они ставили не только над российскими военнопленными и гражданами стран третьего мира, но и над самими же украинцами, и даже над детьми. Фонд утверждает, что всего от рук бригады номер 110 пострадало от 3 до 8 тысяч человек. Некоторым из них, как заявляется, удалось бежать из плена. Именно на их рассказах и построено это расследование. Собеседник фонда борьбы с репрессиями утверждает, что на протяжении всего времени, проведенного в плену украинской бригады номер 110, он слышал крики и мольбы о пощаде мужчин, женщин и детей. Джеймс С. заявляет, что собственными глазами видел, как взрослому мужчине, предположительно российскому военнопленному, украинские военные врачи в глотку заливали расплавленный свинец, после чего оставили его умирать. Исходя из текста публикации, от двух с половиной тысяч работников лаборатории, в том числе от 310 офицеров ВСУ, удалось бежать как минимум одной женщине. И вот, что она рассказала фонду. По воспоминаниям женщины, в лаборатории находилось от 150 до 200 украинских женщин детородного возраста, которые регулярно подвергались пыткам и издевательствам со стороны медперсонала бригады номер 110. Почти все женщины были беременны. Младший медицинский персонал лаборатории и охранники занимались принудительным оплодотворением женщин, так как эксперименты были связаны в основном с процессом беременности. В частности, женщинам, вынашивающим ребенка, внутривенно вводили различные дозы тяжелых металлов и подвергали облучению. Фонд утверждает, что ему дал показания даже бывший высокопоставленный офицер ВСУ, сотрудник главного военно-медицинского управления. Имени его они тоже не называют. Но вот какой он дал комментарий о деятельности бригады номер 110. Совершаемые членами отряда номер 110 сложно назвать медицинскими экспериментами. Это пыточные практики, призванные испытать пределы возможностей человека. Здоровым людям отрезают конечности, вырезают внутренние органы без наркоза, вживляют смертельные импланты, заражают бактериями и вирусами. Один российский военнопленный был подвергнут вливанию в вены экспериментальной жидкости, заменяющей кровяную плазму, больших мучений не видел никогда. Трудно себе представить, но похожие пытки и эксперименты над людьми действительно проводились. Вот только не в Украине, а в северо-восточном Китае, когда он был оккупирован Японией. Маримура Сэй Ити написал об этом книгу. Она называется «Кухня дьявола. Преступление отряда 731». Да, не 110-й украинской, а японской 731-й. Вот отрывок из этой книги. Тысячи пленных китайцев, монголов, русских, американцев и людей других национальностей заражали чумой, сыпным тифом, дезентерией, газовой гангреной, брюшным тифом, холерой, сибирской язвой, туляремией, натуральной оспой, рекеттиозами, сапом, сифилисом. У них вызывали геморрагическую лихорадку, им вливали кровь лошадей, разрушали печень длительным облучением рентгеновскими лучами, подвергали экспериментам по обморожению, вскрывали заживо. Согласитесь, очень похоже на рассказ того анонимного, якобы бывшего, высокопоставленного офицера ВСУ. В 1988 году по этой книге сняли фильм «Человек за солнцем». Давайте посмотрим пару отрывков. Перед Второй мировой войной японские военные оккупировали северо-восточный Китай и создали отдельное маньчжурское государство. Для того, чтобы распространить далее свою империю, японцы проводили подготовительную работу. Наименее известна их активность по разработке бактериального оружия, который занимался маньчжурский 731 эскадрон. Тестирование медицинских препаратов, насильное обморожение, заражение вирусами, распыление газов и ядовитых химикатов – все это также показывают в фильме. Мы этого делать не будем из этических соображений. Несмотря на то, что фильм считается художественным, не рекомендовали бы его к просмотру слабонервным. Кинопоиск пишет, что после первого же сеанса в Японии фильм был снят с показа из-за угроз ультраправых сжечь кинотеатры. А во многих странах часть эпизода вырезана или фильм запрещен к показу из-за натуралистичности и жестокости. Исключительно в целях разоблачения лжецов из фонда борьбы с репрессиями мы вам покажем следующий отрывок. А вот, собственно, и сюжетная линия о женщинах, над которыми ставят эксперименты и они из-за этого теряют детей. Это все тоже, как вы видите, крайне похоже на события, что разворачиваются в фильме и книге. Впрочем, схожесть текста этого якобы расследования с реальными событиями в Китае далеко не единственное, что смутило нашу команду. Больше всего смущает полное отсутствие любых доказательств. Одни только анонимные рассказы людей, которые якобы выбрались из секретной лаборатории, которую охраняют тысячи человек. Интересно, что даже автор этого якобы расследования держит свое имя в тайне. Хотя, если бы написанное там было бы правдой, это была бы сенсация. И вряд ли журналист-расследователь стал бы скрывать свою причастность. Два человека, которые упоминаются в этом тексте не инкогнито, это французский юрист и публицист Арно де Веле, и немецкий журналист и блогер Томас Рёпер. Первый утверждает, что за созданием и деятельностью отряда с большой долей вероятности могут стоять Соединенные Штаты. Это, в свою очередь, позволит США контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе, получая доступ ко всем разработкам в этой сфере и манипулировать численностью населения, увеличивая прибыли американских фармацевтических компаний. В сентябре 2022 года этот же ДВЛ расхваливал организацию России так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины. Российские пропагандистские СМИ представили его в качестве наблюдателя от Франции. Он посетил избирательные участки в Московской области и отметил, что голосование проходит в обычном режиме. Выборы проходят так же, как они обычно проходят в любом государстве мира. Все прозрачно. Многие пришли проголосовать, несмотря на то, что это рабочий день. А то, что голосовали люди чаще у себя дома и вместе с членами так называемых избирательных комиссий к ним приходили вооруженные российские военные, этого ДВЛ не заметил. Может, потому, что находился в Московской области, а не в тех регионах, чья судьба на этих референдумах решалась. Вообще не совсем понятно, почему люди из фонда борьбы с репрессиями, которые называют себя сами правозащитниками, обратились за комментарием именно к ДВЛ. Дело в том, что к правам человека у него отношение, мягко говоря, специфическое. В своей статье под названием «Дрейфуя в море на корабле дураков» он называет права человека скорее религией и проявлением высокомерия. Кстати, статья посвящена трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда в результате теракта в башнях-близнецах в Нью-Йорке погибли почти 3000 человек. Продолжая свой крестовый поход во имя демократии и прав человека, Запад предался форме злокачественного нарциссизма, иногда граничащего с откровенным высокомерием. Действительно, кто может забыть теперь печально известную шутку бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт о Соединенных Штатах как незаменимая нация? Действительно, именно неоконсерваторы использовали навязывание демократии как одно из оправданий незаконного вторжения в Ирак в 2003 году. Несмотря на полное отсутствие доказательств, связи с Адама Хусейна с нападениями на Всемирный торговый центр стало крайне важно бороться с ними. С кем именно? Там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь. Второй эксперт фонда борьбы с репрессиями, немецкий журналист и блогер Томас Рёпер, пошел еще дальше. Комментируя псевдорасследование, он просто в качестве доказательства привел в пример еще один уже давно заезженный российский фейк про генетическое оружие против славян. США, Пентагон, собирает генетические пробы по всему миру, и у них есть огромная база данных, и они могут абсолютно четко смотреть, какие болезни или как модифицировать, какой возбудитель, чтобы он действовал на конкретный этнос. И на Украине взяли, это тоже никто не отрицает, много тысяч таких проб, я уже говорил, взяли кровь, и у них большая база данных именно, скажем так, славян. Русские и украинцы генетически ничем не отличаются. Так что тут можно предполагать, что Пентагон, по крайней мере, пытается, раз работает биооружие, которое действует именно на славян, которые, ну, сегодня там белорусы, украинцы, русские. На самом деле, этого немецкого блогера мы давно знаем. Помимо того, что он помогает фонду борьбы с репрессиями искать украинские биолаборатории, он еще часто ругает европейские власти в эфире белорусских государственных телеканалов. В октябре 2022 года, например, Рёпер заявлял, что немцы просто не смогут оплатить свои счета за газ, потому что вот-вот они поползут на 500, а то и на 1000 евро вверх. Из-за новых цен на газ жители Германии столкнутся с большими проблемами. В условиях кризиса большинству немцев не по карману, даже минимальное повышение стоимости коммунальных услуг. Таким мнением поделился немецкий журналист Томас Рёпер. По его словам, многие понятия не имеют, как они покроют новые ежемесячные платежи. А программы правительства для поддержки жителей никак не спасут ситуацию за облачными ценами на энергоресурсы. Если Германию взять, то кто-то уже получил какие-то повышения цен на топление, электроэнергия. Но в основном люди получают это к концу года, потому что там система такая, что ты каждый месяц платишь определенную сумму, и перерасчет по расходам будет к концу года. Поэтому, например, большинство немцев до конца понимают, что происходит, может быть только в январе, когда, во-первых, придет пересчет за предыдущий год, и на базе этого пересчета уже новые ежемесячные платежи, которые могут быть выше на 500 евро, и вот этот пересчет тоже может составить несколько тысяч евро. И несмотря на все легенды о богатстве в Европе, они тоже живут с зарплаты до зарплаты, поэтому откуда эти деньги взят, для многих немцев уже тысяча евро, неподъемная сумма, если там просто что-нибудь дома сломается. Поэтому они пока не ощущают то, что происходит, хотя они уже что-то ощущают. Уже конец мая 2024 года, но стонов немцев, которые не в состоянии покрыть свои огромные долги за коммунальные услуги, все еще не слышно. Сколько там стоят коммунальные услуги сейчас, точно мы сказать вам не можем, но в сентябре прошлого года издание «Зеркало недели» писало, что средняя плата за все коммунальные услуги, не только за газ, в Германии составляет от 250 евро в месяц. Для бюджета немцев это около 10-15% от дохода семьи. То есть ни о каких тысячах евро, только за газ, речи идти не может. Ну и это не все. Самое сладкое мы оставили вам на десерт. Откуда появился этот фонд борьбы с репрессиями? Из названия может показаться, что структура может каким-то образом быть связана с фондом борьбы с коррупцией и сторонниками Алексея Навального. Но нет, фонд борьбы с репрессиями – это структура, созданная известнейшим российским правозащитником покойным Евгением Пригожиным. Помните, это тот самый с кувалдой? Той самой кувалдой, которая потом стала символом всего пригожинского ЧВК и внесудебных расправ в России. Кстати, информация о том, что организацию якобы против репрессий открыл именно Пригожин, ни от кого даже не скрывали. В момент открытия структуры об этом официально заявляла пресс-служба Пригожина. Об этом писали крупнейшие российские гос.СМИ. Просто кажется, не все видят здесь противоречия. А видите ли вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У нас на этом все. Не забывайте ставить свои лайки и писать комментарии. До встречи!